Клеточная теория гемостаза Очень интересную, прогрессивную, которую мы сегодня обсуждаем Ну, хочу заметить, что, конечно же, в общем-то, эта теория правильная, она прогрессивная, она новая Ну, и раньше об этом что-то знали Ну, например, если мы посмотрим руководство монографии конца 70-х, 80-х годов прошлого века Мы увидим, что там три этапа свертывания крови описывались следующим образом Первый этап – это формирование так называемого белого тромба Это первичный тромбоцитарный тромб Это когда под микроскопом на моделях, под физиологических смотрели, как это в микромире происходит Каким образом происходит вот это вот образование сгустка крови Действительно, первый момент – это появление так называемого первичного белого тромба Но потом формируется сеть фибрина Фибрин-то сам, конечно, не яркий, не белый, но вот так называемый красный фибриновый тромб Красным он назывался потому, что сеть фибрина улавливает эритроциты Эритроциты застревают в этих сетях И тромб действительно приобретает красное окрашивание, поэтому он назывался красным Ну и третья фаза или третья стадия свертывания – это уже такие посткоэволюционные процессы Такие как ретракция и фибринолиз То есть о том, что все начинается с тромбоцитов, знали и раньше Но Гоффман и Монро осветили эту теорию гораздо лучше, раскрыли ее гораздо подробнее Поэтому мы сейчас о них поговорим Ну, смотрите, мы говорили, что есть два пути активации Ну, действительно, мы будем сегодня в основном говорить о травме Как о пусковом механизме для ответа на него реакции системы гемостаза Вот есть травмы, есть повреждения И в ответ на него развиваются какие-то гемостатические реакции Ну, мы помним, что помимо травмы есть еще и воспаление Есть еще и инфекция, есть еще и вторжение чужих Чужеродная инвазия – это сценарий 2 Мы сейчас тоже пару слов про него скажем Вот самый классический, простой первый сценарий Есть травма, есть повреждения сосудов Появляется контакт крови с субэндотелиальными структурами С поврежденными тканями Это значит, что появляется контакт с тканевым тромбопластином Третьим фактором или тканевым фактором Тиссю фактор, TF – это тиссю фактор, травмевой фактор Или третий фактор свертывающей системы крови Это единственный фактор, к которому неприменимо Буковка А – активированный, потому что он всегда активен Но он никогда в норме не действует, не работает Потому что он не имеет контакта с факторами гуморальными плазмы крови А здесь он не начинает контактировать И он активизируется А активизируется каким образом? Он начинает соединяться с фактором 7 С проконвертином, который за счет тканевого тромбопластина Активируется и превращается из проконвертина в конвертин Это фактор 7а, активный фактор Этот фактор активирует десятый фактор Фактор Стюарта Прауэр И вот таким образом начинается активация того, что мы уже в прошлом беседе час назад Назадо называли протромбиназным комплексом То есть ферментный комплекс, который активирует протромбин, превращая его в тромбин То есть в активную фазу фермента, в активное состояние второго фактора Фактор 2а получается тромбин Через промежуточные стадии Мезотромбин это такие подробности Ну и соответственно второй фактор протромбин превращаясь в тромбин Становится активатором уже полимеризации фибрина Но кроме того, что тромбин выполняет свою как бы основную непосредственную задачу То есть вот это активирует образование из фибриногена полимера фибрина Он выполняет еще целый ряд функций В частности тромбин является мощнейшим активатором тромбоцитов Это раз Тромбин является активатором компонентов, элементов теназного комплекса Ну здесь у нас нарисована стрелочка к фактору 9а Он действительно его активизирует Но он не только его, в принципе он влияет и на 8 фактор И вот здесь тоже Вот здесь вот, извините, к фактору 9а И плюс к тому он активизирует 11 фактор Вот этот фактор Розенталя Который, будучи активным, 11 фактор, став активным Соответственно, активирует фактор 9 Вот здесь вот показано, как из 11 фактор, из фактора 9 Делает фактор 9а То есть он из антигемофильного глобулина B Неактивного, Christmas фактора Делает активный фактор Итак, у нас появился 9а фактор И, соответственно, смотрите, получается, что в этой модели активации У нас два пути активизации протромбиназного комплекса То есть десятый фактор активируется двумя путями Первый путь прямой Когда у нас тканевой тромбопластин соединился с проконвертиром Проконвертин активизировался, стал конвертином И стал активировать десятый фактор Что запускает продукцию тромбина Но как только образовались первые молекулы активного тромбина Замыкается положительная обратная связь Ну, отчасти она замыкается через активацию тромбоцитов Об этом мы еще поговорим А на гуморальном уровне Эта связь замыкается через активизацию фактора 11 Фактора 9, ну, отчасти фактора 8 И тогда уже десятый фактор начинает активироваться Вот поэтому получается замкнутый круг Вот смотрите, петля Джосса Это и есть вот этот замкнутый круг Когда десятый фактор активирует тромбин Тромбин активирует 11 и 9 Через 11 еще раз дополнительно активируется 9 А 9 снова активирует 10 Замыкается вот этот круг Это круг петли Джосса Это положительная обратная связь Это амплификация Это система усиления сигнала Ну, и помимо этого идет активация тромбоцитов Активация тромбоцитов нам очень важна Вот на этих двух этапах Потому что нам нужны фосфолипиды Для того, чтобы активировать теназный комплекс И нам нужны фосфолипиды, на которых второй Как мы говорили вот только что Пазл, да, второй пазл Вот этого протромбиназного комплекса Тоже должен собраться на какой-то Фосфолипидной мембране И эту мембрану предоставляют тромбоциты Ну, и вот, соответственно, у нас здесь три механизма Это, собственно, активация гуморальных факторов Это участие тромбоцитов Причем, смотрите, травма ведь и сама по себе Тромбоциты будет активировать Да, за счет того, что появился контакт с коллагеном И это активирует тромбоциты За счет того, что началась экспрессия фактора Адгезии фактора фонвилебранта И тромбоциты начинают приклеиваться в зоне повреждений Мы сейчас это будем обсуждать более подробно Вот эти процессы То есть, с одной стороны, тромбоциты активируются Самим фактом повреждения сосуда и травмы А с другой стороны, они активируются тромбином Но вот эти малые дозы тромбина являются мощнейшим активатором тромбоцитов Поэтому вот эта цепочка событий Когда появляется контакт плазмы с тканевым тромбопластином Активируется из проконвертина Конвертина, седьмой фактор активируется Образуется небольшое количество Через протромбиназный комплекс Образуется небольшое количество тромбина И тромбин активирует тромбоциты Вот это запускает процесс То есть, здесь присутствуют довольно мощные системы Вот этих взаимосвязей Положительной обратной связи Которая активирует процесс Давайте посмотрим другой сценарий Это сценарий травмы Есть сценарий внутреннего пути и воспаления Этот сценарий вот здесь представлен на слайде Это активизация через двенадцатый фактор Через фактор Хагемана Фактор Хагемана относится к факторам системы гемокоагуляции Он является гуморальным фактором свертывания крови Фактически он не совсем Ну, как бы это не совсем корректно Называть его фактором системы свертывания крови На самом деле, это фактор очень многоликий И это как бы такой многостаночник Который работает хотя бы по совместительству Но во многих местах Дело в том, что сам по себе двенадцатый фактор Активируется каликринике инойной системы То есть, это медиаторы воспаления Они его активируют Когда двенадцатый фактор активирован Он активирует систему фибринолиза Систему комплемента Это уже иммунный ответ И систему гемокоагуляции То есть, да, действительно Это своего рода такой, знаете, регулировщик Который стоит на оживленном перекрестке И передает вот эти сигналы Сигнал от системы иммунного ответа и воспаления Он коммутирует То есть, каликринике инойной системы сработало Нужно активировать комплемент Это работа двенадцатого фактора Значит, если где-то идет процесс воспаления То возможны тромбозы И нам уже нужно подумать о том Чтобы как-то восстановить кровообращение в этих областях И, соответственно, система фибринолиза Тоже должна быть готова к тому Чтобы вовремя вмешаться Вовремя активизироваться Ну и, конечно, локализация зоны вторжения Это система гемокоагуляции Здесь идет вот эта активация По каскаду Через двенадцатый активируется фактор Одиннадцатый фактор Розенталя Фактор одиннадцатый активирует девятый Это крисмос-фактор Дальше с его кофакторами восемь С кальцием и с фосфолипидом Мембран тромбоцитов Происходит активизация Соответственно, десятого фактора Дальше все идет как обычно Если уже фактор Стюарта Прауэр активизировался И протромбиназный комплекс заработал Дальше все идет по общему пути Дальше неважно Внутренний это путь или внешний Дальше все работает так же Ну и опять же воспаление активирует тромбоцит Ну потому что серотонин Это активатор тромбоцитов Потому что адреналин Это активатор тромбоцитов Поэтому любой стресс Любой шок Это активация тромбоцитов Вот мы понервничали сегодня Это уже активация тромбоцитов И действительно Коэволюционный потенциал Может значительно повыситься Просто из-за каких-то Психологических стрессов Это кстати было Известно довольно давно Это было очень хорошо показано В опытах Уолтера Брэдфорда Кеннона Где кошку просто пугали Ее не трогали Но просто пугали Ей показывали большую Злую собаку лающую У нее время свертывания сокращалось резко За счет выброса адреналина И активации тромбоцитов Много факторов И факторы медиатора воспаления Вообще если мы посмотрим Современные наши Вот эти таблицы Я не стану их проводить Здесь они достаточно громоздкие Но очень интересные Рецепторы на поверхности тромбоцитов Там огромное количество рецепторов Которые вроде бы не имеют отношения К системе гемокоагуляции А связаны с системой иммунного ответа С системой воспалительного ответа Ну тот же самый Тромбоксан А2 Это же простагландин Это же по сути Продукт воспалительной реакции Но это простагландин Который активирует тромбоциты Поэтому воспаление Мощный активатор тромбоцитов Ну и опять же Уж коль скоро сработала вот эта система И появилась немножко тромбина Тромбин мощнейший активатор тромбоцитов Поэтому соответственно их активность Будет резко повышаться И соответственно готовность В чем отличие Здесь я хочу сказать Мы показали вам схему 1 Сценарий 1 Сценарий 2 В чем отличие Ну вот посмотрите Давайте буквально вернемся Здесь травма И контакт С тканевым тромбопластином Контакт с тканевым тромбопластином Есть только в том месте Где есть повреждения Поэтому здесь процесс Как правило локален Есть исключения Тканевой тромбопластин К сожалению Иногда может попасть В системный кровоток Два простых примера приведу Это попадание Амниотической жидкости Ну и вообще Проблемы я бы сказал Такие акушерские Плацентарные проблемы Потому что Амниотическая жидкость И плаценты Это по сути экстракт Тканевого тромбопластина В норме Они обеспечивают Гемостаз в родах Да И все выходят наружу Но если Не дай бог Амниотическая жидкость Попадает в системный кровоток То это по сути Подфизиологическая модель Тотальной активации Системы гемокоагуляции Это ДВС-синдром Это действительно Одна из причин Развития тяжелейшего ДВС-синдрома Это с одной стороны Ну и Скажем Массивный Внутрисосудистый гемолиз Это тоже Очень серьезная заявка На то Что может развиться ДВС-синдром Ну если говорить О попадании Тканевого тромбопластина В системный кровоток Ну опять же Приведем пример Лейкозов Например Хронический промиэлоцитарный Лейкоз В момент кризы Когда распадаются Эти опухолевые клетки Аммиэлоциты Они по сути Могут действительно Привести к массивному выбросу Ну вот если Мы не берем Эти ситуации Когда тканевой тромбопластин Попадает в системный кровоток Во всех остальных случаях Процесс локален Только там есть травма Только там идет активизация И только там образуются тромбы Поэтому При Тяжелой травме При шокогенной травме Или политравме Сочетанной травме Как мы говорим Ножные сочетанные травмы Никогда практически не видим Никакого ДВС-синдрома Это локальный процесс В этом сценарии Все отграничено Здесь все Гораздо сложнее Я даже не скажу хуже Но сложнее Почему сложнее Потому что Смотрите Здесь же факторы Которые в принципе Генерализованно работают Медиаторы воспаления Уже в кровотоке Тромбоциты активируются Не там где повреждения А по всему организму Могут активироваться При выбросе Каких-то медиаторов воспаления При активизации 12 фактора При активизации Вот этих вот систем И вот здесь Гораздо больше Опасность Формирования Тромбов Не там где Произошло Воспаление Первичное А если мы говорим О системной Воспалительной реакции То системная Воспалительная реакция Создает предпосылки Для тромбозов Где угодно Вот эта ситуация Гораздо более Опасная и тревожная С точки зрения Генерализации Процесса Ну вот смотрите Состочистое звено Системы гемостаза Вот просто Чтобы было Отступление Такое было Чтобы было понятно Чем первый механизм Отличается от второго Мы к этому Обязательно вернемся Когда будем говорить Про синдром Диссиминированного Внутрисосудистого Свертывания Сосудистое звено Системы гемостаза Очень важно Коллеги Я сразу хочу Сделать акцент Вот беда наша В том Что мы никак Его не оцениваем В лаборатории Когда мы говорим Что ну вот У пациента Какие-то проблемы С гемостазом Мы не знаем Какие может быть Это гиперкоагуляция Риск тромбозов Это может быть Когулопатия Риск кровотечения Много таких проблем У пациента И нам хотелось бы знать Что с ними Мы отправляем пробирки В лабораторию И замечательная лаборатория Дает нам прекрасные результаты Которые Инвитро Не отвечают на вопрос А что у пациента С сосудистым Заведом Системы гемостаза Потому что все Что в пробирке Там есть тромбоциты Там есть гуморальные факторы Там есть факторы Фибринолизов Есть антикоагулянты Естественно И в принципе В каких-то условиях Все это можно посчитать Померить Изучить Но мы не можем оценить Сосудистое звено Поэтому мы о нем Должны помнить Но мы также должны помнить О том Что когда мы получаем Лабораторный отчет О состоянии Системы гемостаза Вот этот Когулологический Какой-то анализ Который может быть Достаточно подробным Мы тем не менее Ничего не знаем О состоянии Сосудистой стенки Сосудистого звена Системы гемостаза Оно очень важно Ну и гемостатические факторы Здесь перечислены Я наверное Подробно не буду каждый Но давайте вспомним Что вазоспазм Важнейший фактор Гемостатический И там где он невозможен Могут быть тяжелейшие Кровотечения Классический пример Это так называемый Ангематозный тип Кровотечения Когда есть Дефект Структуры Стенки сосуда В результате чего Он расширяется Аневризматически Расширяется Ангематозно Расширяется И он не способен К сокращению Если такой сосуд Минимальные факторы Нужны Чтобы какие-то Повреждающие Чтобы его Нарушить его целостность Чтобы началось Кровотечение Из такого сосуда Это тяжелейшие Носовые Желудочно-кишечные Кровотечения Где есть Ангиома Там В любой момент Может начаться Кровотечение Которое Естественным путем Остановлено быть Часто вообще Не может Просто потому что Такого очевидного И простого фактора Как пазлоспазм Здесь реализованно Быть не может Этот сосуд Не способен Спазмироваться Ну и так далее Здесь смотрите Все эти факторы Перечислены Очень важный фактор Фон Виллибранта Фактор Адгезии Тромбоцитов К стенке К поврежденной стенке Хорошо Если к поврежденной Но в каких-то Патологических Ситуациях Может Например Воспаление Системное Экспрессия Факторов Виллибранта Может приводить К адгезии Тромбоцитов К сосуду Там Где этого Вообще Нам бы не хотелось Там Где этого Не должно Было быть И тромбозов Простой Тоже Простой фактор Антикоагулянтный Это Несмачиваемость Поверхности Несмачиваемая поверхность Заряд мембраны Слой Гликокаликса Вот эти Гликоз Какие-то Аминогликаны Там Которые Покрывают Своим Слоем Эндотелий Они Не дают Адгезироваться Туда Тромбоцитам Они Не дают Активироваться На этой поверхности Гуморальным Фактором Это важнейшие Факторы Антикоагулянтные Они выглядят Вроде бы Такими Достаточно Простыми Позаспазм И не смачиваемость Поверхности Но это важнейшие Факторы Которые Обуслуживают Нормальное Состояние И наших Сосудов И нашей Системы Гемостаза Гемокоагуляции Так напомню Что антитромбин-3 Вырабатывается Эндотелием Это важнейший Фактор В основном Печень Да Действительно Гепатоциты Клетки эндотелия Вырабатывают Антитромбин-3 Факторы Активирующие Фибринолиз Это тоже Сосудистая стенка Ну и так далее Следующее звено Это тромбоциты Вот смотрите Здесь на слайде Приведены Активаторы Тромбоцитов Их довольно много Причем Обычно они идут Общие таблицы Но мы здесь Немножко разнесли Вот есть Факторы Которые активируют Тромбоциты И есть факторы Которые обеспечивают Их адгезию Агрегацию Активируют Медиаторы Воспаления Аденозин Дифосфат Значит Соответственно Аргинин Вазопрессин В1 рецепторы На поверхности Тромбоцитов Вазопрессиновые Рецепторы Плэтилит Активитинг Фактор Есть Такой Который тоже Их активирует Он в основном Лекситарной природы Его Макрофаги Скажем Могут Выделять Но опять же Это система Воспаления Это воспалительная Реакция При которой Активируются Тромбоциты Обеспечивая Тромбообразование В зоне Воспаления Опять же Основным Активатором Тромбоцитов Физиологическим И является Тромбин Самым мощным Самым надежным И быстродействующим Но есть еще Факторы адгезии Это фактор Фонвилибранта Это ВВФ Фактор Фонвилибранта Это коллаген Эластин Которому Могут крепиться Активированные Тромбоциты Опять же Да То есть Должно сработать И то и другое Активаторы Превращают Спокойный Тромбоцит В активированный Как это изображено На слайде А факторы Адгезии Агрегации Обеспечивают Адгезию И агрегацию Этих тромбоцитов В области Вовреждения Ну вот старое Я говорил В прошлый раз В смысле В прошлом Часе Я говорил Что Некоторые авторы Приводят 12 Некоторые 11 Факторов Вот эти факторы Тромбоцитарные Они здесь перечислены Тоже останавливаться Не буду Самый важный В старых схемах Был фактор 3 Да действительно Это так называемый Частичный Или парциальный Тромбоцитарный 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 Это по сути Мембранный Фосфолипидный Фактор Это фосфатидилсирин Изнанки Мембраны Тромбоциты Который В нужный момент Может выворачиваться Наружу И работать Как основа Для формирования Ферментных комплексов Запускающих Процесс Свертывания Крови Ну в общем Здесь факторов Довольно много Если мы говорим Про модель Которую Предложили Гоффман И Монро То там Ну вообще В оригинале У них в публикации Три фазы Ну Более продвинутые Авторы И мы с ними Полностью согласны Все-таки Четвертую фазу Добавляем Четвертая фаза Это завершающая Она называется В англо-саксонской Литературе Termination phase Мы ее называем Традиционно Как это у нас Всегда называлось В литературе Посвященной гемостазу Это посткоэволюционная фаза Давайте посмотрим Как это происходит Здесь сценарий 1 Мы помним Что сценарий 1 Это травма А сценарий 2 Это воспаление Здесь мы говорим Обсуждаем Вот эту модель Повреждения Повреждения И тромбообразование В области Повреждения Сосуда Смотрите Если нарушена Целостность сосуда Появляется контакт С тканевым Тромбопластином Который активирует Седьмой фактор Седьмой фактор Соответственно Запускает Работу Протромбиназного Комплекса Через активацию Десятого фактора И мы получаем Немножко активного Тромбина Параллельно с этим К коллагену К эластину Там где Экспрессируется В области Повреждения Фактор Фон Вилли Бранта Начинают Приклеиваться Активированные Тромбоциты Ну чтобы они Приклеились Они должны были Активироваться Вот здесь Тот самый пример Который я приводил С опытами Уолтера Брэдфорда Кеннона Да Здесь надо просто Испугаться Поволноваться Понервничать Наши тромбоциты Активируются В нормальной Обстановке Этого делать Не надо Да Вот Ну вы знаете Массу историй Таких бытовых Да Историй Когда начальник Накричал на подчиненного А подчиненного Развился инфаркт Это на бытовом уровне Это всегда пример Крайней нечуткости Нашего начальства Вот К нашим же Подчиненным Вот А на самом деле Ну в принципе Что-то физиологическое В этом есть Да Действительно Стресс Это активация Тромбоцитов А мы с вами понимаем Что острый коронарный Синдром Во многом Обусловлен Какими-то Вот гиперкоагуляционными Состояниями И формированием Тромба На уже Чаще всего На уже имевшей Место Атеросклеротической Бляшки Итак Небольшое Количество Тромбина Активация Тромбоцитов Вот здесь Это все Изображается Это Так называемая Стадия инициации Ни в одной Из Кологических Наших Проб Тестов Мы ее Не видим Никаких Ее проявлений Мы не видим Фазу Инициации Никогда Определяем МНО Но это Протромбиновое Время По Арманду Квику Которое Преобразовано Математически Через возведение В степень Международного Индекса Чутительности Мы получаем Так называемые Интернешнл Нормалайз 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 То есть Это Международные Нормализованные Отношения Мы их Традиционно Привыкли Уже Называть МНО Аббревиатуру Вот Или Активированное Парциальное Тромбопластиновое Время АПТВ Ну Парциальное Оно же Частичное Вот Мы называем Ничего Не происходит Еще То есть Там не образуются Нитифибрины Эти проблени Если мы делаем Тромболостографию Мы тоже Еще пока На экране Ничего не видим У нас на мониторе Изолин Все это происходит Но это не имеет Никаких лабораторных Проявлений Мы не понимаем Вот этот процесс Мы его никак Не можем оценивать То есть Мы понимаем Теорию Как это происходит Но мы не видим Объективных признаков Его Но это длится секунд Это длится секунды После чего Соответственно Уже Появилось Какое-то количество Тромбина И вот эта петля Джосса Вот эта петля Положительной Обратной связи Она позволяет Запустить Процесс усиления Свертывания Процесс амплификации Усиление Свертывания Развивается За счет Активации Активации Тромбоцитов Вот тем Тромбином Который У нас выделился Это очевидно Уже Потому что Тромбин Это мощный Активатор Тромбоцитов И одновременно На гуморальном уровне Активируются Факторы Одиннадцатый Которые Активируют Девятый Сам по себе Девятый Ну там Девятый Восьмой Активируется Тромбином И тот И другой Вот И за счет Их активации За счет Активации Теназного Комплекса Усиливается Активизация Ключевого Фактора Фактора Десятого Фактора Стюарта Прауэр И тромбина Становится Все больше И больше Вот этот Процесс Быстрого Нарастания Продукции Активного Фермента Тромбина Превращение Протромбина В тромбин Это и есть Как раз Фаза усиления Это фаза Амплификации Вот это Та самая Фаза В которой К так называемому Внешнему Пути Активизации Вот в старой В-образной Схеме Должен Гармонически Подключиться И так называемый Внутренний путь То есть мы Включаем Внутренний путь Для того Чтобы усилить Первичную реакцию Которая была Получена За счет Активации Вот этого Так называемого Внешнего пути Это 15 Джоусов В работе В своем Действии И тут Начинают Образовываться Первые нити Фибрина И вот здесь Закончится Вот я сразу Скажу Здесь Закончится Уже Работа Когулографа Или Когулометра Который Определяет Вам Определенное Время То есть Когда Развилась В полную Меру Фаза Усиления Фаза Амплификации Уже Остановился Когулометр Который Измерял Время Активное Парциальное Тромбопластиновое Время АПТВ Который Измерял Протрамбиновое Время Для того Чтобы Придем И так далее Это все Уже Сработало Очень важный Момент Вот на этапах Пока развиваются Вот эти первые Две фазы Фаза Инициации И фаза Усиления Амплификации Нельзя допустить Что процесс Вышел Из-под контроля Уже Давно Было Известно Что В принципе В пробирке В которой 10 мл Крови Там У здорового Человека Если взять Пробирку 10 мл Там Протрамбина Достаточно Чтобы Превратившись В трамбин Он Обеспечил Свертывание Всех 5 литров Которые Есть у человека То есть В принципе Небольшое Количество Это фермент Это Небольшое Количество Протрамбина Которое Превратившись В трамбин Может Обеспечить Свертом из всей крови То есть Это Катастрофический Молниеносный Фульминантный ДВС Синдром Этого Не происходит Именно Благодаря Тому Что Работает Система Антикоагулянтов Естественных Антикоагулянтов Которые Не дают Развиться Этому Процессу Вот здесь Эта система Изображена Поскольку Мы с вами Коллеги Обсуждаем Сценарий 1 Это Травма То Все Эти Антикоагулянты Работают Чтобы Решить Кровь должна Свертываться Но это Должно Происходить Только там Где есть Травма Где есть Повреждения Сосудов Для этого Существует Соответственно Антитрамбин 3 Он в плазме И вкупе С гепарином Он является Кофактором Гепарина Вот эти Два фактора Они Нейтрализуют И активный Трамбин Ну Соответственно Здесь стрелки Про трамбину Но речь идет Вот об этом Процессе Превращения Протрамбина В трамбин Активный Трамбин Нейтрализуется Комбинация Антитрамбин Гепарин И Десятый А фактор Фактор Стюарта Прауэр Активированный Тоже Комплексом Антитрамбин 3 Гепарин Нейтрализуется Ну Мы Все это Хорошо знаем Потому что Анти-10А Активность Это важнейший Показатель Эффективности Таких препаратов Как Скажем Низкомолекулярные Фракционированные Гепарины Простой Гепарин И так далее Это Как это Локализует Процесс Очень просто Дело в том Что Тот Трамбин Который Отгизировался На поверхности На мембране Тромбоцита Он Этому комплексу Недоступен То есть Комплекс Антитрамбин 3 Гепарин Не может Воздействовать На трамбин Который На поверхности Тромбоцита Он там Защищен От воздействия Этих От антикоагулянтов От воздействия Этих Антиферментных Систем Но я говорю Антиферментных Потому что Антитрамбин 3 Это Так называемый Серпин Серпин То есть Ингибитор Сериновых Протеас Антиферментных А там Где Трамбин Ушел Из Области Повреждения То есть Там где Он не связан С тромбоцитами Он либо Оказался В токе Крови В плазме И там Комплекс Антитрамбин 3 Гепарин Сразу его ловят И нейтрализуют Либо он где-то Коснулся Стенки Индотелия И там Его связывает Тромбомандулин Вот здесь Он на схеме Обозначен Буквами ТМ Тромбомандулин Тромбомандулин Связывает Трамбин И когда Тромбомандулин Связался с Тромбином Вот этот Комплекс Тромбомандулин Трамбин Это Активатор Протеинов С Протеинов С Активатор А протеинов С Стимулятор Их Выхождение Потому что протеин С Находится В эндотеле И сами по себе Они начинают Выходить наружу При активации Активатором Является связывание Тромбомандулина С тромбином И комплекс Тромбин Тромбомандулина Одновременно Активирует Систему Фибринолиза То есть Когда еще Только начинается Свертывание Крови Уже Активируется Система Фибринолиза Чтобы вовремя Отреагировать На ситуацию Чтобы локализовать Тромб Ровно в тех Объемах Ровно в тех Размерах Которые Нужны для гемостаза Чтобы он не разрастался И не был больше Вот Ну и соответственно А что касается Физиологических Антигагулянтов Протеины СС Берут под контроль Активность Восьмого Антигемофильного Глобулина И пятого Это Ну Проакцелерина А 5А Это уже акцелерин Усиливающий Десятый фактор Почему он Акцелерин называется Он активность Десятого фактора Усиливает Они блокируют Активность Восьмого И пятого Факторов Таким образом Беря под контроль Активность Теназы Вот этого комплекса И протромбиназы Вот этого комплекса Протеины СС Активируются Тогда Когда тромбин Связывается С тромбомодулином Это значит Что Вот нет тромбина Нет образования Тромбина Протеины СС Неактивны Тромбин Образовался И попал В сосудистый кровоток Значит пора его Брать под контроль Пора его Продукцию Брать под контроль И вот активируются Протеины СС А самым ранним Контролером Является Вот этот вот Это Тиссию Фактор Пэтоингибитор Это ингибитор Значит Пути Тканевого Фактора Это На самых ранних Этапах Когда седьмой Фактор Про конвертин Превратился В седьмой А в конвертин И начал активировать Уже Ситуация Находится под контролем Потому что Тиссию Фактор Пэтоингибитор Начинает Активно Контролировать Процесс Подавляя Избыточную Активность Седьмого Фактора Кстати сказать Вот этот Тиссию Фактор Пэтоингибитор Это фактор Который тоже содержится В эндотели Поэтому он Может продуцироваться Эндотелием Все Здесь Все рядом Все под рукой Ну это Просто вот такой Слайд Коротенький Иногда Задает вопрос А почему мы Говорим Антитрамбин 3 Сегодня в литературе Чаще используют Облевиатуру ПЭТ Плазматик Антитрамбин Вот Плазменный Антитрамбин Ну Старая Классификация Зиггерса 54-го года Сегодня Уже не применяется Антитрамбин 1 Это фибрин Антитрамбин 2 Это кофактор гепарина Его мы сейчас Называем 3 Вот Что касается 3-го 4-го Очень спорно Я думаю Что сюда попадали Ну вот в 4-й Наверное Попадали Эта группа Альфа-1 Антитрепсин И альфа-2 Макрогабулин Скорее всего Из того Что мы знаем Сегодня Но они Не совсем Антикоагулянты Поэтому сегодня Мы их не обсуждаем Что касается Липопротеина 3-го Вообще Спорно Сейчас трудно Соотнести его С современной Классификацией Понять Что имели ввиду Когда Вот Когда Зиггерс Ну Опять же Он проводил Какие-то исследования На той Лабораторной базе Которую он имел В своей Начале 50-х годов И Вот пришел к выводу Что есть какие-то факторы И были открыты Вот еще 2 фактора 5-й фактор Это так называемые Патологические Иммуноглобулины Парапротеины Сегодня мы бы Назвали бы Волчаночным Антикоагулянтом И антифосфолипидными Антителами Но тогда не знали Про существование Антифосфолипидных Антител Поэтому в пятую Группу их И Шестой Анти Это антидромбин 6 Патологический Это продукты Деградации Фазе усиления Да Это Травма сосуда По первому Сценарию Да Опять же Вот работают У нас Антикоагулянтные Системы Антидромбин 3 Ловит Тромбин в плазме Значит Тромбомодулин Ловит Тромбин На поверхности Эндотелия Неповрежденных Сосудов Активированные Протеины Сиес Контролируют Активность Теназа И протромбиназа Через факторы 8 и 5 Соответственно Дальше идет Образуются Нити фибрина Вот это Фаза Попагейшн Распространения Фаза распространения Вот она Пошла Работать Значит Соответственно Образуется Сеть фибрина Фибрин Начинает Связываться Мы сейчас Более подробно Обсудим Каким образом Полимер фибрина Образуется Вот В эту сеть Попадают Эритроциты Которые В ней Застревают И это Хорошо Они обеспечивают Объем Образующегося Сгустка В этом плане Они полезны Механически Они очень Слабенькие Но они Объем дают Вот В узловых Точках Соединения Нитей Фибрина У нас Зашиты Тромбоциты Потому что Там есть Рецепторы Фибриновые Да И соответственно Вот Когда они Начнут сокращаться Это обеспечит Нам Редакцию Этого сгустка Сложная Такая Трехмерная Система Сеть Фибрина Которая Заполняет Поврежденный Сосуд Прекращает У него Кровоток И таким образом Обеспечивает Эффективный Гемостаз Мы уже сказали Что фибрин Это антитромбин Чем больше Нитей фибрина Тем больше Тромбина Сорбируется На этот фибрин Вот почему Тромбин Про тромбин Тромбин Мы относим К числу Так называемых Потребляемых Факторов В области Где идет Процесс Свертывания Крови Весь тромбин Сорбируется На фибрине И поэтому Его нет Если это в пробирке То там По сути Единственный Фактор Который будет Работать Это Вот этот Сорбция Гепариновый комплекс Ну еще раз Почему Когда кровь Свернулась И осталась Сыворотка В ней нет Тромбина Потому что Он сорбировался На нитях фибрина В основном Естественно Если мы говорим О внутрисосудистых Процессах Это и тромбомодулина И антитромбина Об этом мы уже сказали Вот Ну и дальше Вот процесс Полимеризации Вот это распространение Сети Полимеризация Идет За счет формирования Между длинными Сложными нитями Фибрина Формируется Плотные Ковалентные связи Дисульфидные мостики Которые обеспечиваются Ферментом Который Раньше назывался Фибриназа Но сегодня Мы его называем По номеру Это 13-й фактор 13 А Ну кстати В норме Где-то прицеплен К фибриногену И плавает вместе с ним Соответственно Активируется Когда фибриноген Активируется Тут и 13-й фактор Где-то рядом Оказывается Вот И По автору Это Ну и вернее Не по автору Это фактор Лаки Лоренда У большинства Факторов Именных Имя дано Не в честь Первого открывателя А в честь Первого пациента У которого Выявили дефицит От этого фактора Скажем Был такой Железнодорожник Джо Хагеман Вот в честь него 12-й фактор Назвали фактор Джо Хагеман Единственное исключение Из этого Это 11-й фактор Это Розентальон Назвал Имел право Открыл новый фактор 11-й Назвал его Своим именем Это исследователи Это врач-исследователь Который Выявил дефицит Фактор Остальные Все у нас И Крисмос И Стюарт Спрауэр Стабилизация Фибринполимера Происходит Под влиянием Как я уже сказал 13-го фактора Обязательно Нужен кальций Если вы хотите Чтобы у вашего пациента Сгусток крови Был плотным И крепким Таким надежным Чтобы он обеспечивал Надежный гемостаз Следите за тем Чтобы не было выражено Гипокальциемия А риск этого большой Ведь мы же говорим О пациенте с кровопотерей С высокой долей вероятности Могу предположить Что вы переливали ему Компоненты донорской крови Там ретроцитарную массу Или концентрат плазму А там был цитрат Это цитратные Компоненты крови Соответственно Кальций будет понижен Я уж не говорю о том Что кальций в принципе Будет понижен Потому что он в клетке Уходит при критических состояниях Поэтому следите за Концентрацией Ионизированного Разумеется Кальция Ну скажем так Если он меньше 0,8 Миллимоль на литр Ионизированный кальций То конечно его надо Восполнять В том числе И для того Чтобы обеспечить Кровь будет свертываться При низком кальции Вот сам процесс Вот мы там говорили Когда говорили про схемы Вот эти В-образные Там кальций нужен Для теназы Кальций нужен Для протромбиназного Комплекса Ионизированный Ну и там кальций И 0,5 миллимоль Хватит в принципе А вот для плотности фибрина 0,5 будет мало Для того Чтобы фибрин был Достаточно плотный Концентрация кальция Должна быть Нормальной Ну как минимум Не меньше 0,8 Миллимоль на литр За этим Нужно следить Ну и вот еще Один фактор Который защищает Образовавшуюся нить Фибрина От воздействия Уже Фибринолитических Вот нормальный Фибриноген Он у нас с вами В нашей с вами Плазме Сейчас находится Его там от 2 до 4 грамм На литр Он никуда не полимеризуется Никаких сгустков Не образует Потому что он закрыт А закрыт он вот Думя такими Ну позволю себе Извините же Организм Думя такими крышечками Это фибрины пептиды А и Б Которые делают Его неактивным Что делает тромбин Вот мы сказали Появился активный тромбин Активный тромбин Отщепляет От фрагмента Е Вот эти 2 Фибрины пептида Эти 2 крышечки сняты Знаете вот как Всегда аналогия Это вот флакон с лекарствами Да Флакон с лекарствами Выпускается Пластмассовой крышечкой Вот он стоит в шкафу И крышечкой закрыт А когда нам нужно Это лекарство ввести Антибиотик Или еще что-нибудь Да Мы эту крошечку Пластмассовую сняли И Ну мы как бы Активировали Эту дозу лекарства Сейчас мы ее Наберем шприц И введем пациенту Здесь вот похожая Очень Как мне кажется Похожая Ну аналогии такие У меня напрашиваются Вот крышечки 2 было И Фибриноген был неактивный Крышечки сняли А снимаются они Соответственно Ферментом Под названием Тромбин Вторым фактором И вот Вот это уже Фибрин Мономер Но фибриномономер Он уже Вот этот вот Его Фрагмент Е Он Вполне активен И начинается процесс Полимеризации Дальше Когда фрагмент Е Открыт Он начинает Выстраивать Вот такие связи Да С фрагментами Д У него связи уже есть Он начинает Соединяться С фрагментами Д Чужих Других Молекул Фибриногена В результате Образуется Вот такой Первичный полимер Он еще Неплотный Нестойкий Но он уже Достаточно большой По своей протяженности По своим Размерам Вот это Полимеризация Фибрин Мономерных Комплексов Да То есть Вот фрагменты Е Ну кстати Для перфекционистов Скажу Буквы Д и Е Это Фракции Фрагментов Фибрина После его Лизиса Или фибриногена Или фибрин Это неважно После Фибриногена После его Лизиса Плазмина Это В результате Значит Хроматографического Разделения Фракций Выделяют Фракции А, Б, С, Д, И Ну вот Соответственно Е маленькие Они поменьше Они дальше уходят Это фракция Е Фрагмент Д побольше Соответственно Во время Хроматографии Он остается Чуть ближе Буква Д То есть Это Порядковый номер Фракции После Проведения Хроматографии Фрагментов Которые Образовались После Лизиса Молекулы Фибриногена Ферментного Лизиса Лизиса Плазм Следующий этап У нас Есть Вот этот Первично Образовавшийся Фибрин Полимер Но он Слабенький И его Надо укрепить Мы уже Говорили Для того Чтобы усилить Его Укрепить Нам нужен Тринадцатый Фактор Фактор Лаки Лоранда Он Вот эти Мощные Связи Ковалентные Связи С десульфидными Мостиками Создает Это То что Раньше Называлось Ферментом Фибринации Вот эти Эти связи Уже Создают Хорошую Плотную Мощную Трехмерную Сеть Которая Работает Вполне Эффективно Вот это Уже Плотный Фибрин Который Имеет Хорошие Механические Свойства И никуда Не денется Если К нему Не будет Применено Ферментативный Лизис Плазмин Плазмин Это наш Естественный Фактор Фибринолиза Когда Плазмин Начинает Воздествовать В первую Очередь Он вот эти Слабые Связи Между Фрагментами Е и Д Разрушает Потом Он Начинает Воздействовать На связи Е и Д Более прочные Которые Изначально Были В Фибриногене И поэтому Плазмин Может Лизировать Не только Уже Нити Фибрина Он Вообще При высокой Активности Плазмин Он И фибриноген Может Немножко Лизировать Потому что Опять же Связь между Фрагментами Е и Д Вот это Вот она Вполне Подвержена Этому Лизису Вот что Не подвержен Лизису Так это То что Сделал Тринадцатый Фактор Вот эти Дисульфидные Связи Ковалентные Мощные Крепкие Их Плазмином Не разрежешь Отсюда Формируются Различные Фрагменты Деградации Фибрина Среди Которых Там Скажем Вот Продукт Деградации Фибрина Скажем Это Вот Вот этот Вот комплекс Тут так Называемые Да Ну Д фрагмент Может быть Отдельный Может быть Е фрагмент Отдельный Но это В конце Вообще Так говоря Вот Раньше Они Обозначались Как фрагмент Х Это Вот фрагмент Который Стоит Из одной Е Ну Из одного Фрагмента Е и двух Д Вот Игрик Это Е и Д Ну И Конечный Продукт Деградации Это Отдельный Е и Д Но Помимо Этого В процессе Лизиса Образуются Вот такие Вот Фрагменты Элементы Лизиса Фибрина Которые Состоят Из Д Фрагментов Это Тот Самый Дедимер Который Мы Определяем В Лаборатории Вот Откуда Берутся Дедимер Это Мы Сейчас Отвечаем Лизис Фибрина И вот Заметим Не только Дедимер Много Разных Фрагментов Образуется При Лизисе Фибрина Но Среди Прочего Образуются И Дедимеры И их Удобно Определять Лабораторно Поэтому Мы Определяем Лабораторно Ну и Наконец Termination Phase Завершающая Фаза Это Ретракция И Фибринолис Ретракция Крайне Важна Ретракция Если Тромб Фиксирован На стенках Сосуда А тромбоциты У них Есть Актомиозиновая Волокна Так называемый Фактор Тромбоцитарный Который Называется Ретрактозин Вот Или тромбостенин Белок Называется Тромбостенин Начинает Сокращаться Тромбоциты Уменьшаются В размерах И стягивают За нити Фибрина Края Сосуда Если бы мы Были хирургами Мы бы обошли Кровоточащий Сосуд Снаружи И завязали его Это была бы Хирургическая Лигатура А здесь Просвет сосуда Сужается Изнутри За счет Подтягивания Нити Фибрина Но и в том И в другом Случае Результат Полезный Мы сокращаем Просвет сосуда В результате Этого Уменьшается Риск Рецидива Кровотечения То есть Вот это Биологическая Лигатура Сокращение Просвета сосуда Очень важный Очень полезный Результат И второй Важный Полезный Результат Ретракции Сгустка Ретракция Это Ну представьте Себе Вот мокрую тряпку Мы с вами Отжали Мы убрали Воду Из ткани Вот Мы убрали Плазму Из сгустка Крови Изнутри И когда Плазмин Активируется А плазмин Активируется В процессе Фибринолиза Запуская Процесс Фибринолиза Когда активируется Плазмин Это очень важно Плазмин Будет Разрушать Нити Фибрина Как было Показано Он будет Снаружи А не Изнутри Сгустка Потому что Если плазмин Активируется Внутри Сгустка Крови Он начнет Разрушать Изнутри Этот сгусток Развалится И может быть Рецидивное Кровотечение Вот это Серьезная Будет Проблема Поэтому Очень важна Ретракция Сгустка Ее несложно Определить Лабораторно Но этому Уделяется Мало Внимания Хотя Этот Эффект Очень важен Ну и конечно Фибринолиз Сам по себе Фибринолиз Здесь вот Он представлен На схеме Обратите Внимание Он в чем-то Напоминает Систему Геомакогуляции Он тоже Ваообразный Тоже есть Внутренний Путь И тоже Есть Внешний Вот чего Здесь нет По сравнению С той Ваообразной Схемой Здесь нет Системы Амплификации Здесь нет Вот этого Пошагового Увеличения Активности Которая дает Нам геометрическую Прогрессию Как это было В системе Свертывающей Крови Это очень важно Потому что Если сгусток Крови В области Повреждения Должен Образовываться Почти Мгновенно То есть Очень быстро Это вопрос Жизни и смерти Остановить Кровотечение То вот Лизис Не должен быть Вот таким Внезапным Лизис Не должен быть Взрывообразным Таким взрывоподобным Фибринолиз Должен протекать Плавно И постепенно Мы как бы Шлифуем Образовавшиеся Сгустки Слой за слоем И снимаем Постепенно А к тому времени Когда мы полностью Лизируем Этот сгусток Уже Соединительная ткань Должна сформироваться Уже Какой-то там Ангиогенез Активизироваться То есть Дефект сосуда Уже Ликвидирован К тому моменту Как тромб Лизировался Это нормальная Работа этой системы Но опять же Урокиназа Так называемый Внутренний путь Активируется Обращаю ваше внимание Тем же самым Двенадцатым фактором Фактором Хагема И внешний путь Это Значит Соответственно Тиссию Плазмин активейтер Тканевой активатор Плазмина Который активируется Мы уже Обсудили Этот механизм Он активируется Комбинацией Тромбина И тромбомодулина И там И там Есть Антагонисты Есть Плазмин Активейтинг Ингибитор То есть Ингибитор Активации Плазмина Есть ПАИ-1 ПАИ-2 ПАИ-3 Известен Вот Вот эти все Есть Анти Значит Антифибринолитики Антиплазминовые Ну Например Альфа-2 Антиплазмин Уже из названия Видно Что он Ингибирует Активность Плазмина Коллеги Здесь я хочу Обратить Ваше внимание Что вот В известном смысле Аналогом Вот этих вот Антитрипсинов Антиплазминов Были препараты Апротинин Гордокс Комтрекал И когда мы Боролись С избыточным Фибринолизом Пытались бороться Их использовали Но к сожалению Их эффективность Была явно Недостаточной Настоящую Эффективность В борьбе С чрезмерным Фибринолизом Показали Аналоги Лизина Дело в том Что и у Плазминогена И у плазмина Есть вот Эти участки Молекулы Это ЛБС Это лизин Библингсайдс Это фрагменты Молекулы Которые Способны Прикликаться К лизину А лизин Есть На фибриногене И фибрине Аминокислота Лизин И вот К тому месту Где лизин Туда же Присоединяется И активный Плазмин И начинает Разрушать связи Ну мы уже Показали Каким образом Он разрушает Полимер Фибрин Так вот Эти лизин Библингсайдс Могут быть Заблокированы Их могут Заблокировать Естественный Ингибитор Фибринолиза Это гликопротеин Богатый Гистидином Гликопротеин Ричон гистидин Он традиционно Обозначается Устоявшейся Аббревиатурой GPRH Вот Но мы его Можем заменить Вместо него Мы можем дать Другие Аналоги лизина Из которых Мы знаем Эпсилонаминокапроновую кислоту Тронексамовую кислоту Парааминометил Бензоиную кислоту Это все Молекулы Которые очень похожи На лизин Блокируют Вот этот вот Лизин Библингсайдс И таким образом Блокируют Процесс Гиперфибринолиза Да Если нам нужен Устойчивый гемостаз Надолго То мы можем Замедлить Процесс Вот этого фибринолиза Таким образом За счет Блокирования Лизин Библингсайдс Ну уже Завершая Эту тему Скажем Что Эритроциты Это Во-первых Объем Но мы об этом уже сказали В сети фибрина Застревают эритроциты Обеспечивают Объем Сгустка крови Потому что Маленький по объему Сгусток Не всегда Способен Заткнуть Поврежденные сосуды И обеспечить гемостаз Эритроциты Дают объем Это их полезное свойство И второе Очень важное свойство Если эритроцитов Достаточно Да То они Тромбоциты Оттесняют Краям К стенкам сосудов Это Нормальный их эффект Это крупные Значит Какие-то фрагменты Которые В токе крови Движутся Плывут Крупные частицы Оттесняют Мелкие краям Это Отчасти Это связано С эффектом Фореуса Лингиста Отчасти Это связано Там Это так называемая Теория режущего цилиндра Есть Вот Это гидродинамика Это обычные В общем-то Процессы Которые Известны Даже не из Гемостазиологии Из Гидродинамики Вот Но Обратите внимание Если эритроцитов Очень мало То этот эффект Пропадает И тромбоциты Начинают Течь Не по краям Сосуда А по середине Сосуда Это очень важно Потому что Если сосуд С краю поврежден То нам бы хотелось Чтобы тромбоциты Шли вдоль Стенки сосуда И сразу Ангизировались В области повреждений Так оно и будет При нормальном Ну относительно Нормальном гематокрите Критическим является Гематокрит Где-то 20% Если гематокрит Менее 20% То даже нормальное Казалось бы Количество тромбоцитов Может не справиться С задачей Обеспечения Гемостаза Поскольку Они будут В циркуляции Но они будут Не там Где им нужно В микрососуде Ну это артериума Здесь изображена Артериума По соотношению Диаметра Нарисована Умною сосуда Да и диаметра Вот лейкоцитов И эритроцитов Вот Поэтому Гематокрит Это еще И показатель Адекватности Системы Гемостаза И нам нужно Следить за гемостазом Не только Кислород транспортная Функция крови Обеспечивается гематокритом Гематокрит влияет И на Систему Гемостаза Поэтому за ним Нужно следить Отсюда кстати И демидж контрол Предполагает Массивные трансфузии Эритроцитарных Там Эрмассы Эритроконцентрата Потому что Нужно еще Поддерживать Гематокрит Ну и уже завершая Эту тему Хочу сказать Что В разных сосудах Разные механизмы Тромбообразования Это наверное Не имеет отношения К нормальной Гемостазиологии И в меньшей степени Не имеет отношения К травме Но если мы говорим Про атеросклероз Про Венозный Тромбоз Венозные тромбозы Венозный Тромбоэмболизм То Разные Если Низкая скорость Тока Как это бывает В венах Да То в первую очередь Гуморальные факторы Образуют нити фибрина А потом уже к ним Прикрепляются Тромбоциты Они здесь звездочками На схеме обозначены Если же Это артерия Где Очень высокая скорость Тока крови И соответственно Высокое Сдвиговое напряжение То в первую очередь Здесь все начинается С адгезии Агрегации тромбоцитов А уж потом На них Сядет какой-нибудь фибрин Почему это важно Ну вот Этот слайд Важен для понимания Простой Известной нам истины Да Что если мы хотим Предотвратить Тромбоз на бляшке В коронавном сосуде Мы назначим В первую очередь Антиагреганты Это будет Аспирин Это будет Там какой-нибудь Тиклопедин Тиклопедагрель Там какой-нибудь Да И Антиагрегантные препараты А если мы Профилактируем Тромбоз Глубоких вен То мы Основной акцент Сделаем конечно На назначении Антикоагулянтов Традиционно Это будут Антагонисты Витамина К Там Варфарин Фенелин Ну а сегодня Наверное мы Предпочтем Новые оральные Антикоагулянты Такие как Реворексабан Там или Скажем Апексабан Антагонисты Десятого Афакта Последнее Слово Еще не Сказано И С начала Этого Века Много Работ Про так называемые Микрочастицы Не буду ничего Говорить Но не Вполне возможно Что на На нашем веку При нашей жизни Еще Да Будет сказано Новое слово В гемостазиологии Поскольку Микрочастицы Несущие в себе Элементы Какого-то Тромбопластина Да Вот эти вот Тканевой фактор Несущие в себе Это и Нормальные частицы У здоровых людей И это В то же время И фактор Патологический Потому что Скажем У больных Онкологических Количество этих Микрочастиц Возрастает Резко И риск Тромбозов Возрастает У больных С тяжелым Сепсисом Количество этих Микрочастиц Резко Возрастает И риск Тромбозов Возрастает Ну если вспомнить Историю Открытия Тромбоцитов Безозера Их открыл В конце 19 века До этого Их видели Красили Маски крови Думали Что это Просто Загрязнение Пробы Крови Что это Какой-то Тканевой Детрит Мусор Никому не нужный Потом все-таки Поняли Что это Важные Сегодня Микроскопии И возможности Ну там Надо Ультрацентрифугировать Чтобы их Отделить Эти микрочастицы Но сегодня Лабораторные возможности Позволяют Уже наблюдать Микрочастицы Это частицы Которые Во много раз Меньше Тромбоцита Невозможно Повторяется История Открытия Тромбоцитов Мы открываем Еще один Еще одну Группу Факторов И тогда Возможно На схеме Где мы рисовали Клеточное звено Гуморальное И сосудистое Будет еще И вот это Микропатиклс Микрочастицы Будут Как дополнительное звено Ну и последнее Мы рекомендуем Все-таки Вот Почитать Первоисточники На английском языке Что поделаешь Но Дугольд Монро И Мариана Гофман Написали В 2006 году Была опубликована В открытом доступе Есть Великолепно Вот все О чем мы сейчас говорили Ну единственное Что Скажем Да честно Только Три Фазы А не четыре Как мы сказали Ну мы Дополнили Коллег Мало Внимания Ионизированному кальцию Мы акцентировали Внимание на нем Ну и Соответственно Вот эти вот А так В принципе Все очень подробно И очень хорошо Изложено Спасибо за внимание Коллеги Ну и Если То есть ли